Дембельнулся что ли? Не мог еще послужить? Папа Ванька звонит. Дембельнулся что ли? Не мог еще послужить? Да, Ваня? Пап, я в плену на Украине. Как он задрал. Ну, а мне почему звонишь? Пап, мне в бою оторвало ногу. Ничего страшного, у людей две ноги. Сынок, мы обедаем, это срочно. Ну, конечно же, и воспитание у вашего сыночка. Люди обедают, а он про ноги оторванные рассказывает. Папа, украинцы разрешили забирать пленных. Вы можете за мной приехать в субботу. Ну, конечно. В субботу концерт Николая Баскова. Это во-первых. А во-вторых, я еще не настолько болен, чтобы ехать к нацистам. Пап, они не нацисты. Они нормальные люди, которые просто любят свою страну. Ну, все, с меня достаточно. Он под наркотиками? Нет, скорее это биологическое оружие. Точно. У них есть биолаборатории с боевыми птицами. Ты думаешь, его мог укусить нацистский боевой голубь? Да. Да. Сын, скажи, ты контактировал с украинскими птицами? Какие еще птицы, отец? Я в плену. Черт возьми, что с вами? Отвечай на вопрос, да или нет. Да ни с кем я не контактировал. Воробьи на ПТР обозрали. И на это все контакты. Папа, забери меня. Все ясно, натовские воробьи. А Соловьев по телевизору предупреждал, что НАТО может ударить первыми. Это химический воробьиный помет. Он за секунду проедает любую броню. О, Господи. Не переживай, Путин не оставит нас в беде. Он постоянно думает о мире во всем мире. Это говорит не твой брат. Это уже другой человек. Ага, да и хуй с ним. И я о том же, уже все холодное. Дайте мне телефончик, как старший брат. Я сейчас скажу словечко. Гори в аду ты, нацистский подонок. Ну, молодец. Молодец. Никогда его не любил. Ну что, водочки за надвигающийся день победы?